Народ, всем привет! Вы находитесь на канале Технобар Плюс и сегодня у нас распаковка новинки смартфон Poco M3 Pro версия 4.64. Совсем недавно его представили и вот уже он перед нами. Данный смартфон приобретался в магазине Comfy за сумму 5500 гривен. Акционная цена действовала с 3 по 5 июня. Сейчас этот смартфон можно приобрести в магазине Comfy в версии 4.64 за сумму 6000 гривен. Без одной гривны. Как-то так, друзья. Ну что, приступим к распаковке. Как на мой взгляд, этот смартфон крутое. Продолжение смартфона Poco M3, поскольку, как мы видим уже по коробке, Poco M3 Pro 5G, то есть этот смартфон имеет на борту процессор, который поддерживает сети 5-го поколения. Но, к сожалению или к счастью, этих сетей у нас еще нет. У нас максимально 4G стандарт связи. Как-то так. Коробочка по традиции изготовлена из вот такого вот глянцевого, можно сказать, картона в традиционных цветах. Poco M3 Pro 5G. И версия у меня, друзья, идет на 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта постоянной памяти. Изготовлен смартфон в мае 2021 года. Напомню, что сейчас уже начало июня. Как-то так, друзья. Цвет у меня Cool Blue, то есть холодный голубой. Ну, посмотрим, какой цвет. Данный смартфон еще выходит в цветах черном и желтом. Желтый, я считаю, вообще фантастический цвет. Попробую его достать для сравнения на обзор, но это не точно. Но я постараюсь, друзья. Мне показался черный каким-то скучным цветом. А вот этот цвет, он не столько голубой, как более такой, можно сказать, даже темно-синий с отливом. Более светлые тона. Ну, давайте посмотрим, что говорить. Коробочка вот так легко открывается. Здесь у нас белая подложка. Есть язычок, за который можно потянуть и вытащить коробку с аксессуарами. Это уже круто. Все продумано. Есть язычок, за который можно потянуть и вытащить смартфон непосредственно сам. А вот с вот этим вариантом, друзья, конечно, здесь, ну, опять же, почему в Redmi Note 10 смартфон, который дешевле, а Poco M3 Pro додумались сделать какую-то коробочку совместить. А здесь вот эта картонка, ну, я считаю, это не солидно в 2021. Как-то так. Итак, друзья, зарядное устройство, комплектное, сразу вам продемонстрирую, оно у нас на 22,5 ватта максимально. Имеет вот такую форму. Меньше, конечно, чем на тех же смартфонах серии Redmi. Там 33 ватта. Кабель USB на USB-C. Белые коннекторные площадки, как мы можем видеть. Кабель длиной, друзья, метр идет. Ну, хочу вам сказать, что кабель все-таки не такой. Не такой кабель, как в смартфонах серии Redmi. Он, кажется, вот даже по жесткости, такое впечатление, что он задубеет. Задубеет он не такой мягкий. По качеству хуже. Он немножечко тоньше. В общем, в смартфонах Redmi серии, а также в смартфонах от Xiaomi, этот кабель покачественнее будет, друзья. Покачественнее это я говорю уже, поскольку я пользовался кабелем от смартфона Redmi Note 10, Poco X3 Pro, Poco F3 Pro и так далее. Как-то так. Откладываем пока в стороночку коробку. И смотрим, что же у нас за аксессуары. Название Poco. Все лаконично. Открываем коробочку. Вынимаем сразу скрепочку. Скрепочка самая простая, друзья, как вы можете видеть, для извлечения сим-лотка. Но зато, друзья, вот как вы видите, вот на этом сэкономили. Зато наклейки. Но это, с какой-то стороны, приятно. Особенно, если этот смартфон дарится какому-нибудь тинейджеру на день рождения, либо еще на какой-то праздник. Но наклейки, лично для меня, это не преимущество. Лучше бы сделали, вложили, скажем так, более качественный кабель. Итак, инструкция у нас идет на украинском и английском. Это раз. Во-вторых, идет еще тут инструкция какая-то, гарантийные обязательства. Вряд ли кто-то это читает, друзья. И здесь также украинский, польский, английский, французский, русского языка почему-то нет. Обделили, блин, это уже плохо. Далее, друзья, идет у нас чехол. Ну, сейчас посмотрим, какой же здесь вложили чехол. Ну, чехол, друзья, самый обычный. Тем не менее, здесь поверхность, как вы можете видеть, она шероховатая, специально, чтобы чехол не прилипал к смартфону и не образовывались такие вот как будто лужи, как будто там влага, друзья. Вот эта прослоечка пупырчата, она, скажем так, не дает полностью соприкасаться смартфону с чехлом. То есть, ей служит даже в какой-то степени амортизирующим покрытием. Пока это откладываем все в стороночку. Итак, друзья, непосредственно перейдем к самому смартфону. Ну, во-первых, нас встречает сразу же название Poco M3 Pro 5G. То есть, делается, скажем так, ударение на то, что в смартфоне поддерживается стандарт связи 5G. Процессор у нас здесь на борту Mediatek Dimensity 700 с 5G, который выполнен по 7-нанометровому техпроцессу, друзья. Внимание! А это уже круто в совокупности с 5000-м аккумулятором с емкостью 5000. Написано, что... Объясню почему. Написано, что смартфон поддерживает 18 Вт зарядное устройство. Но я хочу, друзья, в следующем видео провести эксперимент. Я сравню смартфоны Redmi Note 10 по скорости зарядки и смартфон Poco M3 Pro. Redmi Note 10 с приставочкой 5G. Как вы можете видеть, это клоны. Это клоны смартфона, что касается внутренней начинки. Но хочу вам сказать, что везде есть свои нюансы, друзья. Везде есть свои нюансы. Все-таки один из них лучше. Но об этом немного позже. Итак, друзья, имеется здесь IPS-матрица с разрешением Full HD, диагональ 6,5 дюйма, 90 Гц частота экрана. Камера 48 Мп, встроенная, с макролинзой. То есть есть основная камера на 48 Мп, макролинза и модуль глубины. Итак, распаковываем смартфон. Как мы можем видеть, друзья, смартфон в цвете, конечно же, крутом. Убираем сразу же вот эту вот наклеечку, которая нам мешает. Сразу же ее давай. Протрем смартфон. Насколько оно хорошо протрется, я не готов вам ответить. Но все-таки смартфончик глянцевый. Глянцевый это говорит о том, что вот здесь в Redmi Note 10 5G исполнение лучше, поскольку он имеет матовый пластик сзади. Тем не менее, я бы назвал этот цвет бриллиантовый зеленый, друзья. Но цвет, конечно, крутой. Цвет крутой. Переливашка серьезная. Единственное, что мне не нравится, друзья, это вот это вот. Сертификационные надписи, но без них никуда. Этот смартфон, сертификационный комитет не пропустит. Итак, друзья, что же касается спинки. Вот как мы видим надпись Poco, чтобы все знали, что это смартфон Poco. Как и здесь, чтобы все понимали и знали, что смартфон Redmi поддерживает 5G. 5G почему-то вынесли сюда в сторонку. Что еще хотелось бы сказать. Смартфон, конечно, будет сильно заляпываться, собирать ваши отпечатки пальцев. Я уверен, вы будете его сразу же чехлить. По крайней мере, на первое время этот чехол подойдет. Надпись Poco. Design by Poco. То есть, этот дизайн полностью придумал инженерами или разработчиками компании Poco. Здесь у нас идет выступающий блок камер. На минуточку в сравнение, друзья. Сказать, что кто-то из них больше выступает, я не скажу. Выступают они одинаково. Даже, возможно, Poco немножечко больше выступает. Как вы можете видеть, вот такие вот камеры у нас идут. Что здесь идет. Площадка из трех камер. Основная и две камеры, такие, скажем так, заглушки по 2 мегапикселя. Двойная вспышка, то есть, два светодиода. Датчик освещения 360. То есть, здесь он также присутствует. Тут, кстати, камера в виде капельки. И, скажем так, она довольно-таки, эта капелька массивная. Сразу же с завода поклеена пленка. Олеофобное покрытие, конечно, этой пленки оставляет желать лучшего. Но, тем не менее, то, что она есть для защиты экрана смартфона, это уже круто. Далее, друзья, вот такой. Ну, честно говоря, вот, друзья, дизайн. Если взять по дизайну, большее на меня впечатление производит, конечно же, дизайн Poco. Почему? Ну, во-первых, цвет. Да, тут цвет в Redmi Note 10 5G, конечно, крутой тоже. То есть, матовый пластик. Он не собирает отпечатки или собирает, но не слишком. Вот, но, тем не менее, опять же, все носим в чехлах. Но, друзья, здесь этот дизайн создает иллюзию, как будто вот эта часть какая-то вот она, скажем так, вот как будто смартфон собран. Вот это основная часть, а это вспомогательный блок камер с названием. С вот этим какой-то модуль сюда, скажем так, вместили. Или он как бы открепляется, прикрепляется. Вот, как-то так. Мне, конечно, такой подход мне нравится. Это действительно что-то новенькое. Вот, посмотрите поближе. Да, это действительно что-то новое. По крайней мере, друзья, хочу вам сказать, это выглядит гораздо круче, нежели вот это. Хотя, это новенький дизайн. Но, это вот сразу, друзья, когда я смотрю, сразу же мне напоминает об смартфоне Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro в таком же цвете. Ну, вот сразу же, это не напоминает ни один смартфон из последних, как говорится, выпущенных от концерна Xiaomi. Как-то так, друзья. Ну, кстати, светодиодные датчики. Один теплое освещение, другой холодное освещение и сенсор освещения. Как-то так, друзья. Что касается камер, камеры здесь идентичные. Итак, друзья, по правому бортику. По правому бортику сканер отпечатка пальцев. Он же кнопка включения-выключения. Качелька регулировки громкости, друзья. Но, хочу вам сказать, что исполнение, вот, если так, как говорится, лоб в лоб, практически одинаковое. Да не практически, а одинаковое. Вот, что касается правого торца. Вот. Также присутствует окантовочка, вот эта пластиковая, как вы можете видеть вокруг экрана. Это хорошо, потому что в случае чего, если экран, как смартфон, нечаянно вы уроните, все мы люди, ударится пластик, экран не треснет. Сверху у нас, друзья, опять же, сточены вот эта снятая фасочка торца. Мне она нравилась, нравится и будет продолжать нравиться. Инфракрасный порт, заглушечка и дополнительный микрофон для шумоподавления. Инфракрасный порт для того, чтобы управлять техникой, то есть телевизором, кондиционером, или что у вас еще управляется с помощью инфракрасного порта. То есть в каждом пульте, допустим, от того же кондиционера, либо от телевизора, там, видеомагнитофона, какой-то приставки. Хотя приставки Xiaomi управляются по Bluetooth, в них нет инфракрасного датчика. Но не у всех есть приставки от Xiaomi, разных других производителей есть. Там инфракрасный порт присутствует и приставках, и телевизорах. То есть можно в одном все, как говорится, совместить. Тем более, что аккумулятор, друзья, позволяет. Процессор выполнен по 7-нанометровому техпроцессу. Сам аккумулятор здесь на 5000 мАч. И честно хочу вам сказать, друзья, ну смартфон меня лично, я, конечно, определенное время его немножечко поюзал, проверил. Он меня впечатляет, но об этом чуть-чуть позже. Итак, 3,5 мм джек, то есть разъемчик под стандартные наушники. Это уже лайк. Кстати, друзья, лайк этому видео. Кто впервые зашел на мой канал, а также, друзья, с вас подписочка. Друзья, от постоянных подписчиков, также жду лайки, дизлайки, либо же какие-то комментарии. Напомню, у каждого человека об том процессе, которым я занимаюсь, присутствует свое мнение, друзья. Сколько людей, столько и мнений. Я уважаю мнение каждого, любого человека, который зашел на мой канал, либо постоянного подписчика, либо временных подписчиков. Я уважаю мнение каждого. Только давайте, друзья, без сквернословия у меня на канале, в комментариях. Я вас очень прошу. Но мнение, задавайте вопросы по данному смартфону. Мнение каждого я буду учитывать, отвечать на вопросы активно, друзья. А также давайте, друзья, напишем, нужен ли стрим относительно того, что можно купить, допустим, от такой-то суммы до такой-то суммы. Задавать можно в стриме свои вопросы, друзья, на которые я с удовольствием буду отвечать, опираясь на свой опыт, опираясь на свои знания. Давайте в комментариях под этим видео проголосуем. Кто хочет за стрим, пишем плюсик. Кто против стрима, пишем минус. Ну и оставляем комментарии относительно данного смартфона Poco M3 Pro. Далее, друзья, по левому краю. По левому краю у нас идет только сим лоточек. Сейчас мы его откроем и посмотрим, какой же он. А лоточек тут у нас вот такой, друзья, комбинированный. То есть можно поставить либо две наносим-карты, либо карту памяти и одну наносим-карту. Присутствует также, прошу прощения, резиночка уплотнительная здесь. То есть это говорит о том, что этот лоточек защищен от попадания влаги в непосредственно смартфон. Внизу у нас микрофон, разъем Type-C, а также монодинамик. Да, друзья, этот смартфон моно. Но звучит он хорошо. Что касается экрана, друзья, давайте вот сделаем так. Поставим сейчас одинаковые обои и посмотрим, как на мой взгляд, как на мой взгляд сейчас поставим, вернее, не экран, прошу прощения, к экрану вернемся. Давайте, друзья, посмотрим, как смартфон смотрится в чехле стандартном, который идет в комплекте. Присутствует в чехле заглушка, все вырезы соблюдены под динамики, все в порядке. Здесь под разговорный микрофон камера у нас идет здесь и симлоточек защищен. Здесь защищен разъем Type-C, дабы не попадала влага. Что я вам хочу сказать? Ну, чехол неплохо сидит. Конечно, края, как вы видите, вот так вот задеваются. Но я считаю, кто решит клеить на данный смартфончик стекло, а я рекомендую клеить на него стекло, если вы планируете пользоваться им долго, вот эта проблема решится. То есть, поскольку разность высот здесь чехол выше, экран ниже, и поэтому вы пальцами задевать будете в любом случае. Итак, друзья, давайте сразу же, сразу же, также облачу в чехол смартфон Redmi Note 10 5G. Хоть и говорят, что это, друзья, клоны, смартфоны-клоны, но я вам хочу сказать, что лично мое мнение, они все-таки не похожи. И вот, как вы видите, открывается не совсем быстро. Ну, вот, допустим, выставим такие вот обои на один смартфон, установим везде, и на второй смартфон. Также установим обои. Кстати, кто обращает внимание, побыстрее грузится все на Poco. Вот, как на мой взгляд. Как мы можем видеть. Да что ж такое, как вот это вот сейчас все это дело убрать. Ладно. Посмотрим в таком режиме. Как мы можем видеть, друзья, ну, экраны, как на мой взгляд, все-таки разные. Все-таки разные. Сейчас. Экраны все-таки, как на мой взгляд, разные. Но по четкости, по четкости, все-таки мне больше нравится смартфон. Покажем сразу вам, друзья, что яркость на максимум выставлена. Везде стоит 90 Гц. Дабы потом не наругали меня в комментариях. Экран. Экран. 90 Гц есть. И здесь 90 Гц есть. Выставлено все на максимум. Режимы, друзья, также еще нюанс один. Режимы экранов. Цветовая схема. Имеется в виду. Экран. Цветовая схема. Везде одинаковая. Стандарт, стандарт. Насыщенные, насыщенные цвета. Я всегда выставляю эту цветовую схему. Что и вам рекомендую, друзья. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, все-таки смартфоны больше, скажем так, нравится мне смартфон Poco M3 Pro. Почему, друзья? Рамки, в принципе, у них одинаковые. И кто-то скажет, нет отличий никаких. Да, возможно, это и так, на первый взгляд. Но, хочу вам сказать, друзья, что все-таки смартфон Poco M3 Pro. Вот если сейчас мы вытащим его из чехла и проверим сразу же на эргономику. Он все-таки эргономичнее. Вот в руке это раз. Во-вторых, посмотрите сюда, друзья, как классно смотрится, необычно. Вот этот блок камер, название, которое, скажем так, интегрировано в этот блок камер. Ну, круто. Единственное, что вот этот нюанс, мне не нравится. Где-то моя фибра запропастилась. Ну, протрем чистой сухой салфеткой. Вот этот нюанс, когда собираются отпечатки. Цвет бриллиантовый, зеленый, скажем так. Либо бриллиантовый, голубой. Но посмотрите все-таки сюда и посмотрите, друзья, сюда. Какой вам больше нравится, друзья? Ну, как на мой взгляд, вот немножечко я сейчас призумлю. Пока все-таки смотрится круче. Вот посмотрите. Как бы немного футуристичнее, я бы даже назвал, смотрится. Действительно что-то необычное. То есть, для тех людей, которые хотят смартфоном не только вот пользоваться, но и как-то выделиться, знаете. Ну, не важно где. Ну, все мы люди. Где-то хочется кому-то похвастаться. Может быть, в коллективе. Все мы люди, у всех одни и те же эмоции, одни и те же желания, в принципе. И скажу вам так, друзья. Больше обратят внимание на вот этот смартфон. Это мое личное мнение. Кстати, друзья, кто считает, какой смартфон все-таки красивее выглядит, давайте напишем в комментариях. Poco M3 Pro, либо же Redmi Note 10 5G. Как вы считаете, друзья? Ну, вот как-то так. Так, и все-таки Poco, мне кажется, что он, этот смартфон, он немного больше. Буквально на чуть-чуть. Вот сейчас я сопоставил размеры. Вот обратите внимание вот так. Обратите внимание вот так. И обратите внимание вот так. Немножко он толще и длиннее. Все-таки покомпактнее будет, наверное, вот этот Redmi Note 10 5G. А Poco, Poco будет у нас побольше. Ну, ничего, друзья, посмотрим. В следующем моем видео также, друзья, давайте, кому интересно, проходите. На мой канал будет сравнение. Я попробую в одном из видео зарядить Poco стандартным зарядным устройством, поскольку аккумуляторы и зарядные устройства одинаковые. Зарядные устройства, напомню, комплектные, друзья, здесь идут на 22 Вт. А смартфон Redmi Note 10 я заряжу зарядным устройством от смартфона Poco F3 на 33 Вт. И посмотрим, что из этого получится. Возможно, у кого-то просто остался зарядный блок от смартфона какого-либо на 33 Вт от какого-то смартфона Xiaomi, либо Redmi. Вот, либо кто-то захочет приобрести этот блок, который, кстати, отдельно продается, друзья, и захочет заряжать быстрее свой смартфон, который тут баночки приличные на 5000 мАч. Вот, посмотрим, друзья, посмотрим, что из этого получится. Но, больше, как на мой взгляд, быстрее все-таки смартфон зарядится от зарядного устройства на 33 Вт. Есть, конечно же, ограничители, которые ограничивают мощность зарядки. Ну, посмотрим, друзья. Как-то так. Ну, а это была распаковка свеженького смартфона от компании Poco, а именно Poco M3 Pro 5G версия. С вами был канал Technobar. Всем удачи, всем пока. Берегите себя и родных.